Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и это обзор моего шестого тура на турнире в Израиле. Моим соперником был Дмитрий Яковлев, 57 года рождения. Вот его рейтинги вы можете увидеть у меня за спиной. И я играл эту партию черными фигурами. Итак, Дмитрий начинает ходом c24, я увожу коня на поле f6 и после коня c3 я бью по центру путем d7-d5. Произошел размен на поле d5 и партия с перестановкой ходов перешла в табию защиты Гюнфельда. Здесь Дмитрий избирает ход коня в 3, я подрываю позицию ходом c5 и следует шах на поле b5. Самое принципиальное это закрываться конем на поле c6, рокировка, рокировка, взятие на c6 и взятие пешкой. И вот на этой позиции остановимся чуть подробнее. Сейчас эта позиция находится в самом тренде защиты Гюнфельда, благодаря Александру Изанцеву, который снял достаточно подробный ролик на канале Левитов Чес. Ну и благодаря другим грастмейстерам здесь на первую полосу вышел ход ферзь c2. Именно так белые пытаются бороться за перевес. И мы кстати играли тематический турнир, посвященный этой позиции. Идея в том, что черные размениваются на d4, отдавать слона за коня им здесь невыгодно. Поэтому следует ход слон g4. И здесь белые играют конь e5. Такая тактика. Черные забирают на d4. Белые нападают на ферзя, защищая коня. Ферзь отступает на b6. Конь оказывается под связкой. Однако следует спокойный ход ладья b1, после которого черные вынуждены все-таки отдать своего слона, побить на e5. И получается вот такая позиция с разноцветными слонами. У черных временно лишняя пешка, однако их король серьезно ослаблен. И на практике бывает черным не просто защищаться. И бывает, что белые добиваются положительного результата без всякого иска. Потому что ну как-то проиграть здесь белые никак не могут. Однако все-таки если глянуть статистику, то 78% партии завершается в ничью. Так что вариант с достаточно большими ничейными тенденциями. И вот я в этой позиции уже ждал, что Дмитрий сыграет с ферзем на поле c2. Возможно он посмотрел ролик Александра Изанцева. Однако здесь следует плотный ход слон e3. И после этого хода я понял, что Дмитрий абсолютно не знаком с дебютной теорией. Я играю слон g4. Подвязываю коня. Наиболее логичный ход. Ну и здесь тоже достаточно странное решение Дмитрия. Ну не хочется допускать взятие на поле f3 и брать пешкой. Однако Дмитрий играет в ферзь d2. Допуская как раз размен и ослабление прикрытия короля. Чаще всего в этой позиции белые играют ладья c1. Логичный ход уводя ладью из-под рентгена черного слона. И попутно защищая пешку c3. И где-то может быть удастся подавить на пешку c6. Ну и здесь основные варианты возникают после хода ферзем на поле a5. Белые играют в ферзь c2. Вот тоже такой хитрый ход. В этом варианте очень часто ферзь отходит именно на поле c2. Здесь можно разменяться на f3, например. Но беда в том, что в случае размен на d4, пешка d4 хорошо укреплена. Вот пешка c6 будет слабостью. Однако черных выручает контрудар f7, f5. Не совсем типичный ход для защиты Гринфельда. Но тем не менее в данной редакции с идеей где-то либо поменяться на e4. Либо даже продвинуть пешку вперед на поле f4 и использовать ослабление сдвоенных пешек таким способом. Более того, ход f7, f5 очень силен даже без размена слона на коня. То есть прямо в этой позиции очень сильно сыграть f7, f5. Обе партии, которые развивались по этому сценарию, белые сыграли конь d2. И дальше, например, f4. Как будто бы мы ловим слона, но конь отступает на поле b3. Нападая на ферзя, ферзь должна отступать вперед в атаку. И слон спокойно отошел на d2. И вот здесь, конечно, очень увлекательный момент. Казалось бы, что пешка на c5 висит. Взятие на d4 все так же невыгодно. Потому что после ответного взятия тяжелые фигуры будут нацелены на слабую пешку c6. И это будет слабость без какой-либо компенсации. Поэтому черные в этой позиции ищут свою игру ходом ладьи на поле b8. И ставят очень тонкую ловушку. То есть нельзя бить пешкой на c5 конем. Хотя очень хочется. Из-за того, что следует слон e2 с нападением на ладью. И после отступления ладьи, ладья b2 неожиданно лобит белого ферзя буквально в центре доски. После отступления на a4, размены. И там еще и теряется слон на поле d2. Очень уникальная ловушка. В которую, конечно, еще никто не попадался. Но, возможно, после этого видеоролика вы сможете попробовать кого-то поймать в эту ловушку. Ну, а мы возвращаемся к нашей партии. Итак, ладья c1. Логичный ход тоже не был сыгран в мастер этого. Дмитрий играет в ферзь d2. Я не смог устоять от искушения побить коня и испортить прикрытие короля белых. Ну и здесь к абсолютному равенству был бы размены на d4 и ход c5. После которого мы размениваем центральную пешку. И получается абсолютно симметричная позиция. Обратите внимание, что к этой позиции пришли партии Карпов, Пономаев и Корчной, Свидлер. И обе эти партии завершились в ничью. В общем, такая вот классика защиты Гринфельда. Но я попытался, естественно, поиграть на победу в этой позиции. Поэтому я не спешу упрощать игру. Играю в ферзь a5. Где-то создаю давление на пешку c3. Не позволяю центральной пешке продвинуться дальше. Дмитрий устанавливает ладьи по центру. Я тоже ставлю ладью на d8, подвязывая теперь еще и пешку d4. Вторая ладья идет на c1. И для того, чтобы максимально усилить давление по центру, я бью ходом e7, e5. Теперь уже терпеть давление на пешку d4 нет никакой мощи. И Дмитрий продвигает эту пешку дальше. Таким образом, мне удалось разменять одну из сдвоенных пешек. И тем самым избежать одновременно массовых разменов. Но белые теперь грозят сыграть пешкой на c4 и получить защищенную проходную и большой позиционный перевес. Поэтому я должен сам ставить свою пешку на c4, одновременно открывая дополнительные нападения на центральную пешку. Здесь Дмитрий просек, что пешка c3 больше не под боем. Ведь моя пешка перекрывает диагональ до слона и начинает активизировать свои фигуры. Я устанавливаю ладью на блокаду, препятствую вторжению белой ладьи себе в тыл. Ладья идет на b4, атакует пешку. Мне приходит защищать пешку ладьей. Ну и в этой позиции, как ни странно, белые могут даже пожертвовать пешку на d5. Вот я, что меня больше всего удивляет в этой партии, это то, что белые играли как-то не с бухты барахты, делали ходы не особо вдумываясь в тонкости в позиции. Мне, например, казалось, что в какой-то момент белые уже наиграли, и я могу противоритовать на перевес. Однако до самого конца позиция не выходила из-за предела равенства. То есть, например, здесь можно было сыграть d6. Я выигрываю пешку после хода слона f8, но белые получают мощнейшую конту игру за счет активных ладей. То есть здесь я могу побить на d6, но ладья a4, это пешка под боем. В каких-то вариантах ладья на поле a6 зайдет. В общем, здесь у белых мощнейшая компенсация, и позиция не выходит за пределы равенства. Возвращаемся в партии. Дмитрий решил все-таки разменять пешку c4 на пешку d5. Для этого он играет в ферзь e2. Естественно, я забираю центральную пешку. Следует размен ладей, взятие ферзем и взятие пешки на a7. Вот именно этот вариант шел Дмитрий. Здесь шахматные движки предлагают мне сделать ход f7, f5. Видимо, с тем, чтобы со всеми удобствами провести пешку на e4. Но, объективно говоря, ход f5 не обещает черным какого-то перевеса. Если дать движку подумать подольше, то оценка приблизится к нулю. Ну, а во-вторых, мне очень не хотелось ослаблять седьмой ряд. Все-таки на доске тяжелая фигура. Ладья в каких-то вариантах может залезть на поле b7. И мне не хотелось потом связываться со слабым королем. Поэтому я сделаю ход ферзем на поле d3. Вот так вот забрасывая ферзя в атаку, пытаясь атаковать слабую пешку на c3. И организовать себе проходную пешку по центру. Дмитрий находит сильнейший ход, отступает ферзем на защищенную клетку. И пока все пешки у него под боем. И здесь следует ход e4. Подставляю пешку под бой для того, чтобы вскрыть диагональ и все-таки добраться до пешки c3. Интересно, что движки здесь опять советуют белым побить ферзем на e4. Абсолютно такое нелогичное решение. Однако после хода ладья d5, ладья переходит на поле d5 и позиция опять же не выходит за рамки равенства. Несмотря на вот такую вот поспешную оценку движков, постепенно они приходят к тому, что позиция равна. Ну а естественно, что человеку хочется раздвоить пешки, поэтому последовало взятие пешки. Я бью слоном на поле c3. И вот по сути дела это ключевая позиция всей партии. Интересно, что вплоть до этого момента партия не отклонялась от абсолютного равенства. То есть здесь единственное, что белым нужно было сделать строго единственный ход для того, чтобы добиться того самого равенства. Это просто взятие ферзем на d3. Размен ферзей. И потом надо спускать ладью на d1. И оказывается этого достаточно для того, чтобы удержать позицию. Причем я даже могу выиграть пешку. Могу сыграть ладья a8, слон отступает и потом побить пешку на поле a2. Но вот и казалось бы, эншпель с лишней пешкой никаких проблем черные не должны испытывать. Однако белый резко активизирует свою ладью. Ставит ее сзади проходной пешки. И выясняется, что с этой пешкой у меня одни проблемы. Я могу либо продвинуть ее вперед, тогда белый играет король g2. И опять же пешка постоянно под надзором белой ладьи. А как-то усилить свою позицию у меня не получается. Либо могу попробовать по-другому. То есть сначала объявить шаг и потом поставить ладью перед пешкой, пытаясь держать ее на белом поле. Но в этом случае все равно белая ладья сзади пешки страхует белых от всяких проблем. И реализовать такую позицию очень непросто. Я даже думаю, что объективно это ничейная позиция. В общем, надо было идти на этот вариант. Я также рассматривал ход ладьи на поле b7. Но это все плохо, потому что я объявляю шаг. Потом шаг на поле g4. Король должен отступать. Слон e5. И мы видим, что и пешка готова идти вперед. И пешка h2 под боем. И белый король очень слаб. Черный ферзь может его атаковать с разных полей. В общем, эта позиция просто проиграна для белых. Так что необходимо было разменивать ферзей. Но Дмитрий, видимо, просчитался. И играет ладья b8. Ход, который проигрывает партию моментально. Вот после размены ферзей было полное равенство. А после ладья b8 элементарные размены приводят черный к победе. Взятие. Взятие на b8. Взятие ферзя. Взятие пешкой. Ну и здесь ход слон b4. Идея в том, чтобы отнять вот эту вот диагональ у белого слона. И просто протолкать свою пешку в ферзи. И оказывается, что с таким простым планом белые просто не могут бороться. То есть я рассчитывал вариант король f2, c3. И выясняется, что подходить к королю не получается. Потому что слон орешет все поля. И король просто не может подойти к пешке. Пешка проскакивает в ферзи. Ну а если сыграть, например, слон e5. Я смотрел вариант c2 и слон b2. Вот таким способом догнать пешку. Тогда я играю слоном на поле d2. Следующим ходом превращаю пешку в ферзя. Но тут надо еще просчитать варианты, не успевает ли белая пешка проскочить. То есть ставим ферзя. Взяли-взяли. Пешка идет на a5. Ну и здесь ход в ход я успеваю эту пешку задержать. После чего позиция черных абсолютно легко выиграна. Тут без всякой контр-игры со стороны белых. В партии же было еще проще. Дмитрий сыграл король f1. Теперь даже пешка e3 не защищена. Я сыграл c3. Ну и по сути все те же самые варианты Дмитрий признал себя побежденным. Такая вот достаточно странная партия. Белые играли не особо принципиально. Поэтому нигде их позиция не была хуже. И буквально один неточный ход. Ладья встает на размен. И этот ход немедленно приводит к поражению. По сути дела партия одного хода такая получилась. Ну что ж, если вам понравился обзор. Не забывайте поставить свой лайк и подписаться на канал. Ну а с вами был Евгений Шувалов. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова